Татьяна и Виктор Картаренко, Татьяна Владимировна и Виктор Владиленович, доктора наук, академики, практикующие врачи, наши клинические врачебные специальности, рефлексотерапия, физиотерапия, диетология, лечебная физкультура. Итак, я хотела бы остановиться на том, что мы уже очень давно говорим о необходимости создания и поддержания так называемых слизистых барьеров, которые не рассматривают, как современная медицинская наука рассматривает, вот делает тесты, анализ крови, если анализ крови подтверждает наличие вируса, то вот подтверждается инфекция. Почему-то до определенного времени совершенно никто не говорил, что существует первый барьер слизистый, который вообще его задача не пропустить вирусную инфекцию внутрь организма и в саму кровь. Только-только-только вот относительно недавно наши ученые в нашей стране стали говорить о таком, так называемом барьере слизистых оболочек. Ну мы с Виктором Владиленовичем перекрестились, сказали, слава тебе Господи! Салпало! Да, наконец-то, не прошло и года. Да. Больше года прошло. Да. Но мы трубили об этом и мало того, мы провели огромную работу, мы демонстрировали большому количеству людей и уже, я не знаю, наверное, 8 или 9 различных интенсивов на эту тему, восстановительных, открытых, бесплатных, провели для большого количества людей. И мы стали эту ситуацию изучать дальше, глубже и стали рассматривать эти слизистые портреты, слизистые барьеры, извините, пожалуйста, с точки зрения влияния на сердечно-сосудистую систему. И вот в зависимости от того, какой барьер у вас нарушен, вы можете понимать, каким образом это угрожает именно сердечно-сосудистой системе в вашем конкретном случае. Ну, вот мы выделяли такие слизистые барьеры, вот первого типа барьер лорорганов, то есть это слизистые оболочки рта, горла, носа, ушей, глаз, слизистые оболочки. Вот если эти слизистые оболочки содержат достаточное количество влаги, слизи и лизоцим, наш естественный антибиотик, такой, который отражает именно эти вирусные атаки, и в большом количестве. Не только отражают, но и оккупируют их в грудном молоке человека. И мы проводились занятиями, занятия с... упражнения в этих занятиях были направлены именно на стимулирование этих механизмов. И вот первый барьер, барьер лорорганов так называемый. Второй барьер бронхолегочный, когда задействована система трахеи, бронхов, легких. И третий барьер слизистый, да, большое количество слизистых оболочек, это у нас находится в желудочно-кишечном тракте. И вот если рассматривать, то инфекция зачастую в большинстве случаев попадает, минуя первый барьер, если заражение происходит. Да, и потом может эта ситуация развиваться или в сторону бронхолегочной патологии, или в сторону желудочно-кишечного тракта. И вот от проницаемости каждого из этих барьеров совершенно по-разному зависят особенности патологии сердечно-сосудистой системы. Как же это происходит? Ну вот, например, как вы можете такую самодиагностику небольшую провести и определить, насколько каждый из этих барьеров в вашем случае может быть ослабленным. Допустим, если вы часто переносите ангины, синуситы, фронтиты, гаймориты, атиты, то этот факт может свидетельствовать о том, что барьер первого типа, именно лор-барьер, в достаточной степени проницаемый, и требует вашего активного участия в восстановлении качества этого барьера. Как это влияет на сердечно-сосудистую систему? Если вот так схематично представить наше сердце, то правая часть предсердия и желудочек обозначены таким голубоватым синим цветом. Ну и здесь все написано, а левая часть левый желудочек, левое предсердие розовым цветом. И вот вы можете сделать выводы, если же нарушается первый барьер, то страдают, то это сопровождается страданиями правого предсердия и правого желудочка. Особенно, когда заболевание затянулось, выход длительный, тяжелый, и вот когда бывают осложнения, они довольно выражены именно в отношении правого предсердия и правого желудочка. Если же вы обнаруживаете у себя часто бронхиты, бронхолититы, бронхопневмонии, пневмонии, фарингиты, ларингиты, то это говорит о том, что качество барьера второго типа у вас снижено. Ну и, конечно же, инфекции, сами вирусы могут иметь направленность в большей и меньшей степени именно в отношении развития или бронхолегочного, или, например, желудочно-кишечного. Что же происходит? Какая патология развивается? Развивается в этом случае патология левого предсердия и левого желудочка. Вот то, что обозначено розовым цветом. При нарушении барьеров третьего типа, именно барьеров желудочно-кишечного тракта, которые проявляются в виде гастритов, доденитов, гастрододенитов, энтеритов, холециститов, холецистопанкреатитов, гепатохолецистопанкреатитов, гепатохолецистопанкреатитов, гепатохолецистопанкреопатий, нарушений клинических, еще до выставления официального диагноза, в виде вздутий, в виде метеоризмов, в виде нарушения характера питания, характера вкуса, характера стула, все это имеет как раз таки прямое отношение к тому, как в этом смысле ведет и состоятельность его третьего барьера, барьера желудочно-кишечного тракта. И что в этом случае происходит? В этом случае вот эти нарушения оказывают влияние на проводящую систему сердца, именно его электрических сигналов, вот все что здесь на рисуночке обозначено вот таким бордовым цветом, выглядит как будто веточки на дереве, вот это проводящая система сердца, то есть сердце получает электрические сигналы через эту систему и постоянно сокращаются. Конечно же это влияет на качество сердечного ритма, именно такие изменения, поэтому люди, которые переносят желудочно-кишечные заболевания в хронической форме с обострением течение жизни длительно, с наибольшей долей вероятности переживают уже в определенный момент своей жизни сердечные нарушения, сердечные патологии и это медицинский факт, он установлен и вот таким образом вирусная патология оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему, то есть вы понимаете, насколько важно эти барьеры, поддерживать слизистые барьеры в жизнеспособном активном состоянии. И еще, если Татьяна Владимировна позволит, я хотел бы добавить, что есть очень интересная статистически добавленная информация о так называемых возрастных корреляциях, по развитию состояния или по оценке состояния первого, второго и третьих барьеров, чтобы вам было понятно. От года до восьми у мальчиков, от года до семи у девочек, страдания первого барьера, миндалины, аденоиды, аденоидиты и так далее, так далее, отражаются потом на состоянии почек, на состоянии восходящего и нисходящего отдела толстого кишечника. Страдания второго барьера, легочно-бронхиальные, легочно-бронхиальное состояние чаще всего проявляются именно в период от 8 до 16 у мальчиков, от 7 до 14 у девочек и развивается по типу определенных перверсий в части развития мочеполовой системы. И то, что очень важно, то, что очень важно с точки зрения будущего состояния желудочно-кишечного тракта, что 14 плюс 7, 21 и 16 плюс 8, 24, очень часто именно в этих возрастах формируются и определяются острые аппендициты. То, что является, как раз таки, показателем того, как на перспективу ведет себя желудочно-кишечный тракт. Вот это очень важно понимать, вот это очень важно понимать, с точки зрения того, как ваши внуки, как ваши дети, у кого они еще маленькие дети или внуки, у кого, значит все отказы от еды, все отказы от регулярного питания, они как раз таки связаны с тем, что за много-долго до того, как формируются те или иные изменения в первом и во втором барьере, уже формируется ферментная недостаточность, которая со стороны желудочно-кишечного тракта. Огромная просьба, обратите, пожалуйста, на это внимание, потому что тяжесть течения вирусного и поствирусного состояния, как раз таки, связана вот с этим переходом, с этой лестничной системой первого барьера, второго барьера и третьего барьера. Итак, дамы и господа, вопрос вам. Как вы думаете, можем ли мы с вами повлиять на процессы развития патологии сердца, вот которые именно связаны с вирусными заболеваниями? То, что мы сейчас с вами обсуждаем, напишите нам, пожалуйста, можем ли мы с вами повлиять, как вы думаете и может быть у кого-то будут варианты, каким образом, если мы можем на это повлиять? Ну, понятное дело, что мы там, вакцинация, маски, перчатки, это априори, это не обсуждается. Социальное расстояние. Да, это все правильно и все верно и замечательно. Вопрос, что-то дополнительное мы сможем предпринять такое действенное, которое бы нас с вами защитило от этого всего? Можем ли мы повлиять на развитие патологии нарушений первого барьера, которые оказывают влияние на расширение правой половины сердца, повреждений клапанов, в первую очередь метрального? Помните, мы с вами говорили о том, что первый барьер характеризуется развитием патологии со стороны сердца именно по этой локализации? По правой стороне. Можем ли мы повлиять на развитие патологий, связанных с нарушением второго барьера? А именно расширение левой половины сердца, задней стенки сердца, нарушение процессов мочеотделения. Можем ли мы повлиять на развитие патологии в случае нарушений третьего барьера? Которые проявляются замедление или усиление электрических сигналов, нарушение окислительно-восстановительных процессов в сердечной мышце, накопление недокисленных веществ именно в сердечной мышце. Можем ли мы повлиять на эти процессы? Можем ли мы их предотвратить, которые выражаются как такие диагнозы? Как ишемическая болезнь сердца, эссенциальная гипертензия, приходящее нарушение мозгового кровоснабжения, стенокардия. И так, дамы и господа, не просто можем, а мы просто должны это с вами сделать. И сейчас мы вам продемонстрируем комплекс рефлекторных воздействий для восстановления сердечной деятельности при нарушениях барьера первого типа. Да, барьерки первого типа, помните? Это у нас состояние слизистых лорорганов и состояние слизистых глазных яблок. Это ротовая полость, это уши, это наши глаза. Нос, волость носа, глаза, вот лорорганы. И кстати, обратите внимание на то, что редко, кто, извините за эту автологию, обращает внимание, как часто у вас проявляется синдром сухого глаза? Как часто у вас проявляется синдром мокрого или влажного глаза? Как часто у вас на ветру слезятся глаза? Как часто у вас появляются корочки, на веках, на нижних, на верхних, как часто у вас развивается конъюнктивит, как часто у вас развиваются так называемые вульгарные ячмени, и то, что связано, или такое состояние, которое называется халязион, то есть закупорка лимфатических протоков на верхних и на нижних веках. Вот это имеет непосредственное отношение к состоянию вашего первого слизистого барьера. Так, и тогда, мои господа, комплекс, который мы сегодня будем показывать, как в части противопоказаний, Виктор Владимирович? Нету противопоказаний. Как бы... Нету противопоказаний. Так, и мы с вами... Самое главное противопоказание, если у вас нету запрета на активную физическую деятельность. Если вы самостоятельно передвигаетесь, даже если по течении вы находитесь в состоянии лежачего человека, но у вас руки двигаются, глаза двигаются, шея двигается, вы можете смело выполнять эти мероприятия. Да, ну и мы не рекомендуем выполнять, когда высокая температура и мы себя чувствуем очень плохо на фоне протекания инфекции. Общий дискомфорт, конечно. Ну, я думаю, что никому не придет в голову выполнять физические упражнения и воздействие. Активнее чуть-чуть. Ну, наше дело предупредить. Субтитры сделал DimaTorzok